Друзья мои, Михаил Михайлович Звонецкий, наш величайший юморист, сатирик и писатель современности. Какая прекрасная у вас музыка, у вас блистательный вкус. Да, 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 сейчас, сейчас. Извините, перезвоните через полчаса. Михаил Михайлович, интернет, вот на ваш взгляд, что это? Вот мы у всех великих людей подходим и спрашиваем. Интернет, понятно, что это интернет, вот для вас лично? Для меня лично, ну, я так как вижу своего сына, из-за которого я сегодня получил эту премию, но я считаю, что мне кажется, вред, судя по сыну, а судя по мне, польза, потому что я могу терпеть, я могу терпеть и находить там полезное. Он пока терпеть не может, и поэтому полезное он не может отличить от вредного. Вот, поэтому он сейчас в этом мире находится, но интернет, я считаю, просто это абсолютная другая жизнь, это переход в другое существование, это что-то такое, ну, которое постепенно от нас уже не требует знаний и не требует памяти. Не требует нашего участия. И не требует участия, да, но память у нас в кармане. Раньше она была здесь, сейчас она здесь, 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 где угодно, там память. И все знания наши тоже здесь, здесь, где угодно. Скоро это будет все заключено в такую маленькую коробочку, меньше айфона, где мы будем все узнавать, что нам нужно. Как меня зовут, как моя фамилия, где я живу, мне не нужно будет даже это все помнить. И все анализы тоже, походу. Он будет показывать давление крови, он будет показывать все. Абсолютно это аппаратик. Поэтому я думаю, что интернет, конечно, но он превращает нас в каких-то таких... Зомби? Не очень, да, безмозглых таких людей превращает. Но с другой стороны, ты, если ты запомнишь, ну, по крайней мере, ты знаешь, что безымянный с двумя Н, теперь ты знаешь. Да-да-да, он поправляет. Да, он поправляет, он поправляет. Уже появились телефончики, ты можешь просто сказать безымянный, и он тебе пишет, как это пишется. И переводится тоже. Переводится, то есть замечательно. Михаил Михайлович, а у вас уже есть, отражено в вашем творчестве уже что-то связанное с интернетом? Да, я думаю, да-да-да. Да, но я сейчас не помню. Ну, я думаю, в моих книгах это можно найти, безусловно. Особенно, что касается сына, воспитания, когда он сидит с наушниками, и я не могу понять, что он делает. Вот, вот, он закончил школу, ему нужен институт, и я должен за ним следить. Вот, вот, и что я премию получил. Я должен за ним следить, потому что он сейчас провалится, а провалится, к черте мать. Он еле закончил школу, хотя, ой, говорил, окей, все изумительно. По интернетовской привычке, говорю, все окей, папа, не волнуйся. Начал сидеть с наушниками, перед компьютером. Я говорю, ты что сейчас делаешь? Он говорит, сейчас я разговариваю с друзьями. А сейчас что делаешь? Сейчас делаю уроки в этой же позе, и все в этом же. Я ни шерта не понимаю, я не могу контролировать. То есть, хоть возьми, разгони и трахни его по голове. Я говорю, ну давай, а сейчас что делать? Все, я стал его будить ночами, и сажается в книгу нормально. Я тогда вижу, и он все-таки попал. Да, и вот такой момент. А вы знаете какую-нибудь фразу? Мы закончим потом. Да, какую-нибудь фразу интернетную. Ну, там типа, печалька, знаете, да? То есть, ругательство, когда можно долго на кого-то ругаться. Там сейчас просто высылается вот такой маленький кружочек с такой скобочкой вниз. Это называется печалька. Печалька? Нет, я не знаю. У меня там куча своих выражений, которые там кто-то вносит. Я просто с радостью вижу очень много моих высказываний. Там в интернете и все. Не подохнешь, привыкнешь. Не привыкнешь, подохнешь, чертой мать. Спасибо большое. Все очень толково сказано. Отлично. Спасибо большое. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok